Она была, в общем, создана под впечатлением от работы, если что, американский художник Ньюман Барнер, ну, мало что, к сожалению. Сейчас все это, в общем, в руках стражащих. Можно все время забить имя в интернете, найти, на что-нибудь почитать, смотреть картинки, что я всем, кстати, советую. Это тоже расширяет границы, но живой контакт с произведением, это, конечно, гораздо-гораздо-гораздо интереснее, это огромная разница, в чем вы скоро убедитесь. Спасибо, Андрей Владимирович. И снова Владиславу Эдуарду Ильичукову, автору выставки «Квадромная сфера». Родники мои, вы знаете, когда тебя до 70 уже перешагнуло, да, и открывать, когда новые какие-то новые направления, да, это снесли. Конечно, поражаешься от того, что Господь дал еще сил, и ты не замечаешь возраста. И вот сейчас я походу уже 12 дней, как открыть еще новое направление, которое я назвал «Кубарк». И вот Кубарк, она идет, жаждет, скорее, заработать. То есть настолько вот прет, и вот Господь говорит, аллилуйя тебе, Господи, столько дает тебе возможности творить, и все время поражаться. Вот «Квадром» были, ну, к 70-летию я их открыл, да, фактически люди могли проходить мимо, 2000 лет делать свои работы, просто никто не взял, не повернул картину ромбом и стал этому посвящать. А что она дает? Представляете, метр на метр картины, ее разобратьешь, она метр 41 на метр 41 при той же площади. У тебя раскрывает вообще линии горизонта, тебя, как говорила Микеланджело, отсекаешься ненужные, а лишние углы все. У тебя центр, галактика, вселенная. И вот сейчас мне просто, я не знаю, вот я думаю, скорее, погода хорошая, думаю, солнца столько, света, да сейчас работайте, ребята. И вот в этом году уже 7 ты будешь, да, Господь дал бы еще силу, чтобы больше, потому что, вы знаете, прием то, что в тебя входит, ты делишься с этим, и хочешь еще больше сделать, потому что ты понимаешь, что никогда не поздно. И когда молодежь такой силе, и слава богу, всегда помните, что слава богу отдавать силы, еще до тех дней лет хороших, он у вас еще столько, и Россия действительно будет двигаться, на только, как она давала милу, всегда все новаторское, а тут, когда еще Екатеринбург. Ё-моё, да вы знаете, как у меня это важно, я плакал, когда вернули русских городах царицам, ой, и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород, и Кавказ, и где Екатеринбург. И вы представляете, я вот мечтаю, чтобы вернули Симбирск, Екатеринбург, Вятка, и царицам, наконец-то. Мой город, у которого крали имя. Я так счастлив, что я в городе, который вернулся исконное имя. Вы знаете, это красиво, и город красивый, и столица Урала. Знаете, как это важно, потому что я впервые здесь, для меня это просто откровение, и прекрасные люди, и великолепный высоченный зал, музей. Что я не знаю, что это экспозиционная площадь, так красиво называют, как главный проспект. Ну да, как главный проспект. Спасибо вам всем, родные мои. Храни вас, Господь, люблю вас всех. И жду на маленьком макаронке, пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем. И сейчас мы вас приглашаем на непосредственно пресс-тур по всем экспозициям. Начнем с выставки Владислава Эдуардовича. Потом спустимся на первый этаж, посмотрим с вами фрагменты близости, японскую графику. И завершим на выставке Алексея Львовича Залозаева. А сейчас следуем за Владиславом Эдуардовичем на его экспозицию.